В этот теплый солнечный день в усадьбе Гребнева собралось множество людей, а причиной тому стал творческий вечер Ларисы Рубальской. Мне говорят, с твоей-то внешностью, ну что такого 30 лет, и кружит сердце вихри нежности, как с белым яблой, белый цвет. Лариса Рубальская написала свое первое стихотворение, когда ей было 4 года, однако профессионально заниматься стихосложением она начала только в 40 лет. Лариса Алексеевна своим творческим вечером подарила гостям усадьбы настоящий праздник. Я люблю ее песни, люблю ее стихи, она потрясающий человек, и эта идея возникла уже давно, и слава Богу, что она осуществилась. Простота ее поэзии позволяет пробудить чувства, которые всем близкие, и поэтому провести прекрасный вечер с таким душевным, добрым человеком, это праздник. А сама боялась, что заплачу, и остался на моей груди отпечаток губ его горячих. Это сон был только и всего, но с тех пор я в нем души мечаю. Вдруг во сне вы встретите его? Передайте, я о нем скучаю. Во время концерта зрители, не дожидаясь его окончания, дарили Ларисе Алексеевне цветы, подарки и несли книги для автографа. А так как вечер был теплым и солнечным, одна из зрительниц решила подарить ей небольшой вентилятор, чтобы поэтессе было комфортнее. Моя дорогая, спасибо. Если мне сейчас предложили... Мой ангел, если мне сейчас предложили мерседес, или вот эту штуку, я бы это выбрала. Какой прекрасный вечер. Спасибо большое. Зрители приходят на концерты Ларисы Алексеевны снова и снова, чтобы насладиться ее стихами и песнями. Мы второй раз приехали. Мы только узнали, что здесь выступление Рубальской. И мы сразу все дела оставили и приехали. Невероятный аромат любви, нежности и юмора. На вопрос, сколько вам лет, Лариса Рубальская отвечает, всегда по-разному. А еще, по ее словам, есть такое поверье. Кто до ее руки дотронется, у того все в личной жизни наладится. Ну вот видите, я ее подержал за руку, и моему сыну, младшему, уже 4 года. Но жизнь прожить, не поле перейти. Судьба кричала мне, держись. Шептала, отойди. Судьба меня бросала вверх, и сбрасывала вниз. Но жить боясь всего и всех. Какая же это жизнь? Так оно и есть. Лариса Рубальская обладает глубоким пониманием человеческих сердец. В ее стихах она говорит не только о женских переживаниях. Главное в ее творчестве – любовь. Мария Синина, Владислав Реос, Щелковское телевидение.